Привет, друзья! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем видео хочу затронуть некоторые моменты по въезду в Чехию, потому что, как оказывается, на практике многие не придерживаются правил въезда. Я никого не буду там судить, заставлять что-то делать, не делать. Я просто рассказываю ситуацию, которая случилась буквально на днях. Значит, ситуация в следующем. Приехали ребята по долгосрочной визе, по рабочей карте. Приехали в Чехию наземным способом, то есть автобусами через Венгрию. Все вроде классно, все хорошо. Заехали, получили доложиданные документы, ждали этого всего долга. И вот пришло время ехать в ОАМП, то есть регистрироваться, приглашаться к работодателю, чтобы получить уже в дальнейшем рабочую карту. Ну и все вроде бы неплохо, все классно, назначили дату, приехали, все хорошо. И в итоге в ОАМПе спрашивают, ребята, а покажите, пожалуйста, ваши QR-коды, то есть въездные формуляры. И тут ребята такие оборачиваются, смотрят друг на друга, а формуляров-то нету, потому что какой-то там сосед, друг, сват и так дальше, сказали, что не надо, в принципе, делать, их не проверяют на границах, но правила въезда требуют этот въездной формуляр. И тут у меня, честно, возникает вопрос, какого хрена, ребят, вам что, впадло потратить 5 минут заполнить этот формуляр и показать его там, где вас его спрашивают? Ну, есть официальные правила, они прописаны черным по белому на сайте Министерства в Нитро Чехии. Уже больше, чем год я всем говорил, и другие тоже блогеры говорили, и официальные правила, опять же, не поменялись. То есть основные требования, это въездной формуляр. Почему такая вот у меня реакция, ребят, ну, в реальности, честно, бесит то, что с самого начала, с самого старта люди тупят и могут лишиться документов, которых еще и не получили, за которые заплатили деньги, за которые потратили кучу нервов, времени и так дальше, понимаете? Потому что рабочая карта делается не так быстро, может и полгода, может и год и так дальше. Ну, имеется в виду весь пакет документов. Ну, короче, фишка в чем? Почему так все началось? Спросили у них в Ампе эти документы, у них их не оказалось. В итоге, те люди, которые работают в Ампе, они, ну, как бы чехи, да? Они по-своему все это трактуют. И говорят, ребята, так мы вас сейчас отправляем домой, все, вы сейчас вообще а-ля депортация. То есть мы вам отказываем сейчас во въезде, потому что вы нарушили правила. И по итогу, до свидания. Все. Люди не знают языка, стоят там в шоке. В этом Ампе это полиция. Вызвали полицию Зизенецкую. Начали решать эти все вопросы, качели. Благо, что работодатель подключился, включился, потянул там мазу. Короче, только все порешалось штрафом. Заплатили штраф, там порядка до 3000 крон за человека. Ну, сам прикол, ребят, 5 минут, 5 минут нужно потратить, чтобы вбить имя, фамилию, как за гранд паспорте, и адрес прописки, где вы будете жить в Чехии. Все. Вот это вот такие правила въезда, то есть формуляр. То есть я специально оставляю эти ссылки, всегда под этим видео. Кто-то их смотрит, кто-то игнорирует. Это ваше право, ребят, решать вам. Я никому не указ, но сам факт, что это очень сильно, как бы, знаете, задевает, что так люди вот тупят. Реально. Мне это почему-то вот обидно, не знаю почему. Поэтому, ребят, еще раз, ссылочка под видео. Вот обязательно зайдите, посмотрите. Все там расписано очень просто. То есть зашли, вбили, как на загранд паспорте, у вас все данные. Дата рождения, имя, фамилия, адрес прописки, где будете жить. Это доклад о заявлении бытования. Все. Больше ничего не надо. QR-код у вас есть, правила въезда вы не нарушаете. Тесты, естественно, опять же, если вы не вакцинированы, нужны перед посещением в Чехию. То есть там за 72 часа ПЦР, антиген 48 часов. Потом приехали 5 дней самоизоляции и делаем тест повторный. Кто-то оплачивает его, кто-то не оплачивает. Это уже вторые моменты, нюансы, которые сейчас не так важны. Кто вакцинирован, тот может не делать теста ни в Украине, ни в Чехии. Приехал и сразу пригласился на работу, на полицию и так дальше. То есть, ребят, эти моменты, которые не надо терять, не надо просто вот так вот халатно относиться, чтобы потом о вас же и думали, что, блин, какие вы тупари реально теряете, вот такие вот возможности свои. То есть сами просираете, понимаете? Вот, это первый момент. Второй момент, о котором хочу поговорить, хочу затронуть, это страховки. Сейчас тоже в конце сентября появилась информация. Все вы знаете, опять же, кто с нами на канале, кто смотрит полностью наше видео, поэтому рекомендуем и это видео досмотреть до конца, чтобы не было потом вопросов, почему, что и как. Знаете, что в августе изменились законы по страхованию для иностранцев в Чехии. Соответственно, некоторые фирмы, некоторые помощники, которые работают во Львове, в Киеве, возле визовых центров, возле посольств, консульств и так дальше, тоже комбинируют всякие схемы. Короче, ситуация в следующем. Приехал наш знакомый, приехал подаваться, точнее, вклеиваться уже в консульство Львова. То есть дали ему добро, написали сообщение, что дали добро по рабочей карте, приезжайте, имейте с собой страховку и мы вам вклеим визу. Ну, приехал, сделал страховку, проблем никаких, как бы, в принципе, как и все делают. Приехал, в итоге ему говорят в посольстве, ну, в консульстве, говорят, ребята, а у вас неправильная страховка. То есть у вас неправильная страховка. Если вы хотите, чтобы мы вам вклеили визу, пойдите за угол, вот к тому-то конкретному, может быть, дядечке. Я точно всего разговора не знаю, это так вам утрирую. То есть подойдите к нему, он вам продаст правильную страховку, и тогда вот с этой страховкой приходите, и мы вам вклеим. Ребят, ну это уже херня какая-то, честно, начинается, потому что, опять же, есть правила, есть варианты въезда по страховкам. Все это мы рассказывали в видео, кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Вот видосик выскочил, поэтому смотрим, там все расписано, рассказано. Если, опять же, остались какие-то вопросы, задаем вопросы Саши Литвиненко, наш друг, специалист по страхованию, уже больше 10 лет продает эти страховки и на вклейку, и на все. То есть он вам все разъяснит, что, где и как. Понимаете? Потому что, получается, это, опять же, коррупционные схемы. То есть те страховки, которые вы в Украине купили, нельзя, но те страховки, а ту страховку, которая именно нужна, я не знаю, возможно, это ПВЗП, то есть без которой нельзя. Ну, хотя, опять же, в законе сказано, что это неотложная помощь, нужна страховка для рабочих карт на 2-3 месяца, и она может быть любой. То есть главное заехать. Либо БВЗП, то есть на выбор. А тут уже получается ВАБЯС. Но я считаю, это неправильно. То есть если такие случаи реально есть, были, пишите, пожалуйста, в комментариях, делитесь, это важно. Это очень важно, это не мне нужно, ребят. Я уже в Чехии, я уже работаю, у меня уже ВЗПшная государственная страховка, мне это не надо. Это нужно вам, это нужно тем людям, которые смотрят наш канал, это нужно тем зрителям, которые это все читают, смотрят. И опять же, делитесь между собой, это очень важно. Потому что это нужно пресекать, нужно понимать, что, где и как. Уже были случаи, когда летели головы всех и вся. Поэтому это важно упоминать, важно говорить об этом, не молчать. Понимаете? То есть такая вот тема. Ну, раз мы коснулись опять же темы работы, это третий момент на сегодняшнем нашем выпуске. Это хочу поговорить о работе. Кто не в курсе, мы занимаемся трудоустройством как на 2 года, так и на 3-х месячные визы. Да, работа сейчас, конечно, там есть проблемы с работой на некоторых заводах, на некоторых, на многих. Перебор по людям, и вечно там паника, проблемы. Но дело не в том, сейчас не об этом. Вот недавно мы выпустили видео о работе на 2 года, комбинат Унекс, и начался там такая волна хейта. Я не против хейта, если он касается именно конкретно работы, каких-то там вариантов или еще чего-то. Пожалуйста, пишите. Но, ребят, когда это начинает переходить уже, личные границы, когда начинается оскорбление в мой адрес, оскорбление моей семьи, оскорбление моих подписчиков, зрителей и ребят, с которыми мы делимся опытом, снимаем видео, это уже перебор. Я сразу всех предупреждаю, ребят, чтобы не было потом обид. Если начинается такая вот херня, вы начинаете на меня наезжать, я буду вас всех блокировать. Просто-напросто. В блок и до свидания. Хотите, создавайте свои каналы, пишите там отзывы. Я понимаю, когда касается конкретно что-то по работе, по рабочим моментам, кто-то там работал, не 2 года назад, не 3, а вот сейчас, на данный момент, когда снимается видео, тогда уже ладно, рассказывайте, пишите, правда это не правда. Всю информацию, которую предоставляю я на своем канале, она правдивая и проверенная. Если я рассказал, что там зарплата от 30 тысяч крон, значит там зарплата 30 тысяч крон. Я не буду никому ничего доказывать, я не буду оправдываться, я говорю как есть. Если там зарплата была бы 18 тысяч крон, я бы написал, что зарплата там 18 тысяч крон. И все, понимаете? Много людей, которые поехали через нас по воссоединению семьи, много людей, которые уже продлились. Если вы здесь пишите, то есть я хоть кого-то где-то обманул или нет, опять же, это наш опыт. Мы делимся своим опытом. У кого есть подобный какой-то опыт, пишите, пожалуйста, я не против. Но, еще раз объясняю, если будете хамить, грубить, обзывать и так дальше, я буду просто блокировать всех нафиг. И все. Подписчик вы, не подписчик, не без разницы. Личные границы переходить не надо. Тем более с незнакомыми людьми. То, что мы там подписчики и уже вы в нашем сообществе стоите, это не означает, что все, можно сейчас всех нахер посылать. Понимаете? Я вам хочу вот эту тему донести. Это важно. Для меня, по крайней мере, и для нашего канала. Второй момент. Много людей просто не досматривает видео до конца. Потом же вырывают какие-то слова из контекста и начинают там рассказывать, что вот, там сказал, сам же сказал, озвучил. Вот так вот. Ребята, первое. Всегда досматривайте видео до конца. Здесь есть вообще люди у нас, вот сейчас, которые смотрят видео, есть, которые смотрят до конца. Если есть, напишите, пожалуйста, плюсик, либо отсмотрю всегда до конца. Ну, если кому не впадло, так сказать. Я же не заставляю. Это уже по желанию. Потому что реально такое ощущение складывается. Вот я создал видео на 12 минут. Уже на четвертой минуте люди пишут, так там зарплата, что ты сам говоришь, 22 тысячи. Ребята, досмотрите до конца. Там сначала представлены вакансии, а уже в конце описаны, что помимо ставки, еще получаете бонусы. Если кто не в курсе, кто в Чехии, опять же в Чехии, я не знаю, в Чехии ли вы на самом деле или нет. Потому что такое чувство, что я веду сейчас какую-то борьбу с диванными войсками. Знаете, вот Comedy Club недавно вышел выпуск, там как раз есть такая песня про диванные войска. Тоже можете посмотреть эту всю песню, рассказать. Там, наверное, это про вас, про тех людей, которые вот такую вот пишут фигню. Потому что такая задача, как будто, знаете, надо уколоть, надо там поставить. Да что там он говорит, бред какой-то несет. Ребят, я живу в Чехии, я работаю в Чехии, я знаю, из чего состоит зарплата. Я делюсь с вами этой информацией. Если кто не в курсе, зарплата в Чехии состоит из ставки и переменной части. В переменную часть входят бонусы за выполнение работы, за посещание работы, за выполнение плана, за качество, за ночные смены, за выход в вечерние смены, за праздничные и так дальше. В итоге суммируется такая приличная куча денег, которая помимо ставки. Ставка это просто вы пришли, вы тут уже числитесь, вам обязаны заплатить за вашу норму 165 часов или сколько там в месяц часов, в зависимости от самого месяца. И все. Понимаете? То есть, а тут уже начинается сейчас вырывание из контекста. Ты там вырвал то, там то. Мне это, честно, неприятно. Потому что я стараюсь, я пытаюсь выложить вам всю информацию по максимуму, делаю эти видео, монтирую. Я сейчас опять же не оправдываюсь, что я такой хороший, а вы все такие плохие. Нет. Если есть реально какой-то конструктивный вопрос, какое-то замечание, пожалуйста, делитесь, пишите. Ну, корректно, соблюдайте правила сообщества. Ютуб это пишет каждому подписчику, каждому зрителю, каждому автору канала, что введите корректное общение. И все. Опять же, следующий момент. Пишут мне там люди. Это я сейчас не выдумываю ничего, ребят. Все оставил в том видео. Вот оно, это видео. Заходите, смотрите. Я специально оставил себе комментарии. Я не чищу комментарии. Я не занимаюсь чисткой комментариев. Плохой он, хороший. Отзыв позитивный, негативный. Мне по барабану. Я не чищу все. Если вы где-то что-то неправильно делаете, так вы задаете вопрос себе. Вы прочитали эти правила сообщества Ютуба? То есть вы их придерживаетесь? Почему удалили чей-то комментарий? Потому что поделились какой-то ссылкой. Не пропускает Ютуб ссылки. Все. Увидел он в этом что-то плохое. Я не Ютуб. Я не отвечаю за эти все моменты. Понимаете? Поэтому хотел сразу расставить все точки над И. Чтобы потом не было вам... Мне не жалко. Ставьте хоть миллион дизлайков. Мне без разницы. Если я не нравлюсь кому-то, я понимаю, что я не нравлюсь кому-то. И меня... Я вызываю у кого-то отвращение. Ставьте палец вниз и вперед. Все. На этом закрыли тему. Но на личности не переходим. Окей? Я надеюсь, с этим вопросом все понятно. Кто поддерживает эту тему, вот как раз сейчас, кто досмотрел это видео до конца, напишите обязательно, досмотрел до конца. Это очень важно для нас. Тем самым вы и поддержите наш канал, если есть, конечно, такое желание. И проведем голосование. Поддерживаете ли вы вообще эту тему по поводу блокировок, неблокировок? То есть, или вы одобряете тот вариант, что можно хамить автору, обзывать его там всякими нехорошими словами, обзывать его семью и так дальше, не зная при этом лично. То есть, если вы согласны со мной, ставим лайк. Кто не согласен со мной, ну, там уже сами знаете, что делать. Я никому не указ. Вот, в принципе, и все, что хотелось мне сегодня сказать. Так что всем удачи, хорошего дня, до новых встреч. Пока-пока.